ой-ой-ой слышно и посмотрим какие цели 20-ки была последним танком проблематично поэтому у них Зенигород и и на Рафаминск Костя прифронтовой Звено 2 взлетает с аэродрома 1 и контролирует площадку КМ 21-23 Звено 3 взлетает с не в виспер а я говорю в виспер Звено 3 взлетает с прифронтового контролирует квадраты КУС 17-19 наша группа взлетает с прифронтового мы все дружно быстро идем под на Рафаминск квадрат приблизительно Y-17 Топливо на сколько? 30 минут Топливо 30 минут туда и обратно в так все и вы вижу на полосе не вижу второй пешки все заводят и вы заводимся яки тоже блин я не запустил я кто что бросьте меня пожалуйста сейчас приглашать на так мы сейчас быстро обернусь в твоём можно можно поднимай Илы вставайте в круг вместе с пешками я сейчас быстро яки тоже давайте поднимаемся Илы и в и осторожно не а я допустим джеки поздравился какой разором 3 передвину Один его влево пошло на груди, я вижу, вторая пешка взлетела, соответственно, на руки. Орел, если ты еще не взлетел, брось мне инвайт, пожалуйста. Да-да, я жду. Сейчас, а не надо, мэн. В паровом кругу я не знаю, что его вижу. Простите, а третьему звену-то что делать? Третье звено выходит в С-17-19, контролирует воздух в восточные кубинки. Часто у ВИС проговорил. Какого аэродрома третье звено? Трифронтового. Ярослав, я пустил красный дым, пристраивайся ко мне. Получил приглашение? Да, захожу. Гарик, если вы не слышали, с аэродрома номер один ваша зона контроля между Звенигородом и Красногорском? Появляешь. Артур, какая зона контроля у второго звена? У второго звена между Звенигородом и Красногорском приблизительно. Остальное, сейчас откроется, когда-то скажу. Трифронтовый. 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 Ярослав, ты меня видишь? Да. Все, пристраивайся. Полка К-21-23. Что-то не понял, что такое было. Насмерть? Я вывожусь. Так, и вы сейчас по полосе побежит тыл, сбрасываем газ, за ним доставим, начинай. Я сходу встану на боевой курс. Вы подстроитесь. Расслаб, я тебя не вижу сзади. Это ты у меня в левом пилинге? Да. Всё, принял. Надув на марше 90, обороты 2000. Показал красный дым. Как только находим танки, пешки, закрывайте своими подарками, мы дочистим. Пешки после атаки сразу уходят. Принят. Который у нас побегнут. Да, он его близко. Так, я наблюдаю три ла, четыре ла, одну пешку, правильно? Правильно. Пешки, ну чуть за ней кровее, насколько я вижу. Одну вижу там точно. Одна раз дала силу. Поколонник 10. У каждого сброса, у кого прежде, что родилось. Курнирова на рост. Как-то. Артур, ты же конец, ты лил. На дух 85, ставлю в 80 на дух. Ставлю в 90. Больше не надо, перегреемся раньше времени. На дух 90, обороты 2000. Попил себе такой же, как у меня. Курнирова нарезается. Да. А у нас вся команда. Вот яг, вокруг которого я кручусь, у тебя бомба. Ты знаешь о том? Да, я знаю. Угу. Угу. Слушай, ну здесь все равно, а ты на ручке... А, на ручке ешь, наверное. А? На ручке ешь, да? Да. Радиатор закрыт. Наддул 90, обороты 2. Костя, ты выключай дымы, наверное. Я выключил дымы. Сейчас кину. Ага. Курс 230 где-то, 220. Звено номер 3. И номер 2. Для информации. Илы атакуют группу танков под Нарафа-Минском. В случае необходимости наше прикрытие скажет звено... Группа 3 срывается из-под Кубинки и идет под Нарафа-Минск. Но только при команде. Нету звено 3. Ты не да. Илы чуть правее. А по поводу атаки колонны я не сказал, что действует. Чего? Как атакуем колонну? Быстро. Стримглав. Построение каком колонны? По очереди сбрасываем бомбы или так? Понятно. Бомбы сбрасываем по очереди. Так, чтобы не сесть на них. А остальное, блин, ракетами... Ну, я надеюсь, каждый по сторонам смотрит, чтобы не столкнуться с партнером. Стримглав. Еще правее. 90. 270 просто его вообще было. Так, прикрытие Ваилов видите? Я тут по телефону говорил, всех потерял. Я не вижу, но я и движу в их сторону. Артур, далеко ты там? Нет, уже скоро. Где-то сейчас будет дорога, по дороге идет колонна, и здесь же будет еще группа танков. Это левый нижний угол квадрата Z17. Узличивает трава от тебя что-то? Плавно доворачиваем направо. Смотрим дорогу под собой. Яки, вы далеко от лохочных. Мы уже на Одноземке. Ну да, в квадрате, где она предположительно находится. Ширена, я вижу перед собой. На Одноземке. Где она находится? Где-то видит колонна. Нет, нет, штурмов вижу и не вижу. Давайте сразу договоримся. После захода все делаем разворот в одну сторону, чтобы не столкнуться просто. Делаем разворот, давайте вправо. Внутри лохочек. Если кто атаковал, уходишь направо. Иллы вышли на колонну, я прямо над колонной кружу. Мы пока не вышли на колонну, дай квадрат. Сектор нажимать. Иллы стал. Z16. Он перед нами, видишь, полууды. Сейчас включу на коротковременно красный дым. Под нами, справа подо мной танк проходит. Одиночный, правда. Вот еще танки. Это не колонна, но это тоже танки. Все, работаем по танкам. Бешка первый. Бешка танки, видишь? Да. Давай, после тебя мы начинаем. Внимание, вижу самолеты противника, по-моему. Подходит он справа. А, нет, это лагеря. Справа прикрытие наш. Ярослав, вставай вкрупнуть над колонной. Угу. Че, нахожу? Пешка сначала отработает. Отработал. Работает. Понял, ничего. И вы работаем разворот вправо после атаки. Я сейчас выберу какую-нибудь левого танка и докинул подарочек на пути обратно. А что случилось с нашим веком? Да. Разбился. Артур, в районе Кубинки контакты работают по ним ПВО. Контролируйте. Че за контакты? Уточните, но в бой не ввязывайтесь при превосходстве противника. Атакую для них танка. На него уже не войдет. Прикрышка Яков очень сильно растянулась. Соберитесь над колонной. Че-то я бомбами попадать перестал. Так, ТПЗ-3. С пушек нужно было выбрать. Не берутся они с пушек, я проведем. Пешка пустая, ухожу. Иду на филд. Давай. На прифронтовой? Да. И нет. Зато ракетами попадаю, блядь. А че у нас они боевые потери? У меня не было. Ешка, якорь. Понял. Так, я в прикрытии вижу только троих. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Без занежки. Это я забыл задержку поставить. Ну как-то. Артур, мы нашли три штуки без прикрытия. Атаковать? Атакуйте. Атакуйте. Но не ждите, что они без прикрытия. По сторонам смотрите. Быстро отбьете и отходите. Так, кто еще здесь танки видит? Кто-нибудь видит танки? Да. Подо мной целая колонна по дороге идет. Танки вон, но они в это я же по полю едут. А в другим уголе. Обозначьте маме, я их что-то не наблюдаю. Я вижу там кучу трупов. Красный дым с крыльев. Видите? По-моему, своих атаковали. Справа. Справа. Вижу, вижу, вижу танки. Арканик, их лучше в моторный отсек бить и причем одной ракетой я не помню. Вижу разные. В плане я по одной ракете пускать не умею. Ну нет, прицел смещаешь влево и влево. Свои, простите, я там кого-то атаковал. Туры, это были наши над Кубинкой. Видел, Арканик? Что, галбицу? Нет, галбицу тоже уничтожайте. Тут рядом где-то, да. Я кулоку с кромкой. В кромке леса есть наземка. У меня еще два залпы ракет. Остальные елы с подвесным чёрт. У меня бомб нету для ракет. Для ракет. Ну, отрабатывает за спину сваливать, да? Да, у меня еще два залпа и я готов. Нет, нет, танки нет. От ПВО там где работает. По дороге? Да. Сейчас я посмотрю. Логики должны быть слева от тебя. Для Кости правильно говорил. Вот, прямо подо мной. Если ты переключишься на меня, ты увидишь, прямо подо мной дорога. Да, да. Там целый колонн. Девять танков минимум. Двенадцать там должно. Ну, я сколько насчитал. Костя. Уничтожай голову. Костя, где у тебя справа? Да вот, прямо передо мной дорога. Вижу, крутится кто-то над дорогой. Вот это я. Да, это Костя. Это Костя. Так что. Сейчас подойду, дам туда залп и готовьтесь к отходу. Вырабатывайте наземку. Стройка? Кодинка. Кто? Я попробую сделать один заход. У меня сброс есть. Двести килограмм. Сюда обратно. Вот это фронтало. Ну, что-то я вот прошел по дороге на юг и не вижу ее там. Она слева от тебя. А, да. Слева дорога и прям по ней идут там. Смотри на трассы. Да, вижу, вижу, вижу. Я проскочил. Блин, они там в леске идут, неудобно их там. Очень неудобно. Деревья там, да. Вот на них надо было бомбами ходить, конечно. Сейчас делаю атаку и сходу готов подходить. А где эти танки? Очень неудобно они там идут, конечно. Ну, до этого они были все на дороге, скажем так. Сейчас они разбежались сюда. Не попал. И мы собираемся, отходим. Да мы надо показывать. Нет, я вижу тебя. Я не вижу 3-го его. Так, пешка на аэродроме уже переза... Третий улетелся. Третий улетелся. Атакую. Чем сам Роберт побежал? Он не казался у меня. Четыре первые ноги. Давай, давай, мы ждем сразу. Нет, нет, я тут... Все уходим. Все уходим. Все уходим. Все уходим. Все уходим. Все уходим. Пешкам что делать? Мы стоим на аэродроме. Можем вылететь, например, под Кубинку, я не знаю. Нет, пешки сейчас в составе группы, как планировалось, взлетят и теперь пойдут через север. Человек сбыл на север. Так, человек сбыл на север, я бы выкинул. В Гарик мало даже. Сейчас я уточню. В Гарик мне. В Оливих погоню уже сует. Не, я все скинул. Это звено все чистого Кубинга. А кто про штуки докладывал? Кто про штуки докладывал? Это ошибочно было, это мы были. Были наши. Так. За нами контакт на километре, это отставшее прикрытие. Артур, мы тут ниже. Да, собраться бы. На базу идем, мы уже собрались. Илы, 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 а что вы влево-то даете? Уходим. Я лагирую за кем-то. Влево и на север. Вправо, наверное. Да. Идем на прифронтовой, я вижу вас, вы что-то отвалились налево, блин. Артур. Да все илы что-то налево вернули. Показал, все пятнистые, показал красный и дым, илы. Я прямо у вас по курсу. Ты сам налево идешь, Артур. Так я к вам, потому что вернулся немножко. Все, уходим. Еще, уходим домой. Все, прикрышка отходит. После маньяк на филд? Да, да, да. Прикрышка и с илами отходит на филд. На прифронтовой. Пешки, которые вернулись, у них нет. Перекур. Сейчас Арканик возвращается, и вы вместе с прикрытием поднимаетесь, идете через север. Через север идете. Иди, ребятам, надо тогда взлетать гляндить. Я как-нибудь. Геометр, да. А, кстати, из-за один нас очень далекий контакт нас нагоняет в 6 часов. Это кто? Орел, посмотри. Я иду. Нишка. Чувствуешь на 6? Да. Слева выше еще один. Там еще оставший яд был. Двойка над кубинкой, двойка над кубинкой. У нас третий, двойка, где? Нет, там лучше. Третий над кубинкой над кубинкой, да. И вы на топ-95, обороты максимум. Все, поехали, уже не перегревали. Кубинка и двойка, если что. В каком составе, что там за двойка? Двойка мастеров, похоже. Нитки бьют просто. Может быть там идет штурмовая группа в облаках? Видели квака двойку только. Ну, смотрите. Ну да, мне от вас приходится где-то метрах в пятистах. Второй звеном, где вы сейчас находитесь? Дальше я теряю. Кто это с шасси мы выпущили? Это я или я? Просто шасси. Так, вижу филд. Я могу. Начать. Заходим на посадку с марша. Осторожно, не поменять. Чужая двойка ушла в сторону своей базы. Принято. Зеленые лампочки, если горят, значит шасси выпущены. Прибираю тягу. Так, Костя, мы садимся потом после них? Как только илы садятся, сразу следом за ними мы. Отлично. Уже ты не помнишь, на Яке есть флюгирование? Нет, нету. Печально. И вы как тормаживаетесь плавно. Садимся с марш. Нет, у меня шасси оторвало просто. Я забыл про них. Артур, у нас время, топливо заканчивается. Что нам делать? Возвращайтесь. Любой ближайший филд или прифронтовой идти? Садитесь на прифронтовой. П-17 квадрат, П-17 квадрат, кто идет? Тройка. Враги. Фраги. П-17 это мы. Тройка. Поняли, поняли. Тройка. Тройка. Так. Иллы сдаем после ремонта. Собираетесь группа пешек и группа прикрытия. Иллы все сели? Так что там решили, мне на пешки пойти или прикрытия остаться? В прикрытии идут 4 рафа. Иллы все сели? Орево, мы сейчас с тобой пересаживаемся на двояка. Да, и выводи все сели. Сейчас я пешку возьму и вернусь. Все. Алтот на посадку. Чинюсь. Да. Хорошо. Сейчас я только круг сделаю, то у меня шасси отвалилось. Ладно, пожалуйста. Третье звено зад на заправку. Движок попробуй на посадке выключить. Может не взорвешься? Да. Я его сейчас. Жаль, шоу фриду. Ну ладно, чуть-чуть не придумал. Значит, на закрылочках на 170 аккуратненько поснулся, ты даже прыгни не отравишь. Так, пешка, 500 килограмм бомбы, фронтовой, задержки взрыва нету, правильно? Нет, в этом случае вам не надо. Группа прикрытия пешек садится. Кость, мы с вами вылетаем? Да. На истребителях. Фронтовой? Да. Кость, проведи перекличку, я что-то не уверен, что все твои здесь. Мы еще не здесь, да, мы только сели. Я понял. По нулям контакт какой-то подходит к филду, ровно на звено. Это я. И дальше три контакта, это возвращаются звена, да? А, Кроу. Я на 2 пупе летаю, у меня топливо есть. Где ты летаешь? Над вами. Понял. Кроу, ты, я и Арела, мы сейчас, ну, переструктурируем звень, там же пешки идут отдельно. Пойдемте в звено, я не знаю, 4. Наш тройк сейчас будет заниматься там своими делами. Артур, после взлета второму звену что делать? Третьему звену тоже задачу поставьте, пожалуйста, после взлета. Пешки готовы? Звено 3 продолжает контроль пространства в районе Уренки, звено 2 продолжает контроль пространства на севере. Четвертое звено, которое формируется, я, Арела, Норд Кроу, будет контролировать пространство на юге. И в это время пешки идут по своим делам. Пешки готовы к вылету? Звено принято. Да. Парни, Кроу и Арела, я вот сейчас перетащу в четвертую звену. Ярослав. Да. Ну, кстати. Все нормально, сел. Нет, на прифронтовом? Да, на прифронтовом, но только я немного его проскочил. Чинят? Нет, не чинят. Самолет потерял. Значит, это не все хорошо, а разбился. Так, давайте перекличку. Кто сейчас идет в перекрышке у пешек? Кто сейчас на взлет пошел? А кто, наверное? Да. Я, кстати, вообще его не вижу. Самолета нет. Какая-то фигня. Я тоже когда садился, никого не видел, а сейчас вижу на Филдре. Серега. Я сижу. Я сижу, раз сидит. Или пешки, или кто-то еще. Так, ну поскольку... Ярослав, минус, придется втроем идти. Пешки, заводимся. Взлетаем. Ну, пойду третьими. Яки, заводимся, взлетаем. Предлагаем пешки пропустить. Ну, они вон уже на взлет пошли. Сейчас мы как раз за ними успеем. Поехали. Пешки, я хочу вас слышать постоянно. Кто у вас ведущий? Да я, наверное, Ширли. Ширли, я хочу слышать, что ты делаешь и по какому курс выйдет. Хорошо. А, Ширли, я встану в правый перед. А? Да. Пешки, плавный правый поворот. Правый? А, да. Дал дым. Дал дым. Да мы уже рядом, понимаем. По газам и на север с легким климпом. Курс 0? Да, 0. Оп! Сейчас пешку потеряем. Спокойно, кто там, не дергайте ручки. Да я уже понял. Из-за груди ты его пускал, она не дергала. Просто пешку меньше чем на 240 вообще лучше не трогать. Ну, я пока ее прокачал, я уже понял. Да пипец, я сам пока ее качал это. Да нормально качается, чего? Качается она-то хорошо, как раз после 240. То средина идет. На пешке. Так, Кость, вы определись, как мы будем с пешками идти? Как в прошлый раз раздолбайничать или рядом с ними? Нет, я, честно говоря, все-таки хочу над ними лететь немножко впереди. Пешечки скинул газ. Если так, то мы должны их вести, а не нас. Согласен. Может вы разделите друг друга? Одни там выше, другие хотя бы среди нас летают. У нас, к сожалению, всего трое. А, ну понятно. Давайте тогда, Серега, Антон, летите... По ведущему? Нет, давайте я буду лететь по ведущему, потому что я один. А вы немножко сзади набирайте высоту, держите нас в поле зрения. Красавцы. Гарик! Гарик, прием! У вас там нашу базу атакует Аэродром-1. Это что было сейчас? Наверное, Северный. Да, это Северный. Что там произошло? Гарик, не слышу тебя. А мы пешку не догоняем. Почему? Потому что она пустая? Гарик, что ты имеешь в виду? О, Артур. Только что была надпись, что база Аэродром-1 атакована врагом. Гарик, вы там на Севере, что у вас там происходит? Так... Держи скорость 270. А нам сколько есть? Да, я вижу только… Я… не контролирую же, а что я на автомате. Ну, наверное… На двух девяносто стоит. Ага. на ручном идешь когда вот такие маршруты чем не знаю кто у нас просто распаду вижу так сбрасывается кость мне 250 так наоборот по газам 21 это где именно я скорее всего это северный филд самый северный филд называется аэродром 1 нам нужно проскочить да мы идем на северный филд потому что мы будем на пути пешечки по газам да мы уже перешли я думаю они напрямую пойдут мы сейчас как раз мы когда мы уже прошли вы когда говорите мы Linus 2 к сожалению не все знаете но голос или больше говорите кто там хотя бы звено что там почему стоит стоит у нас одна пешка не покаченная звено 1 идет курсом ноль сейчас проходим над Галицей в районе звени города 6 контактов Как рыжая пешка? В каком составе? Звено 2, выдвигайтесь на север В поддержку Звено 3 Где или Звено 3? У меня большое подозрение, что основные их... Где Звено 2 сейчас находится? Звено 2 должно быть под Кубинкой А звеникарады тоже на севере? Звено 2 на севере должно родить Звеникарады тоже на север Разно 3 на север, мы под Кубинкой были Разно 3 на север Пешечки, левый поворот на 90 градусов Вкус 270, идем на прямую на базу Нам эти 6 контактов не нужны Ух так, мы же сейчас можем прям на них выйти Нет, ну подожди Звеникарады где? Вот мы сейчас, если повернем на запад, мы выйдем на Звеникарад Ау... Все, возвращаемся на ноль обратно До блоков бы добраться, конечно Наполетая только 2 пешки Одно... Костя, маньяк Да Мне что взять, як или лаг? А не лаг А не у Москвы, аэростат Крышом? Они справа знасятся Это может быть отвлекающий маньяк Так, противник, ударная группа, видимо, на отходе вместе с прикрытием Атакуют аэростаты Звено 2, звено 3 Выходите на перехват Ребята, подходите с высотой Пешечки, так и давайте левый поворот Принял Мужики, я облажался, я взял 30 минут топлива Значит, ты уйдёшь скоро Успеем? В принципе, мы успеем, посмотрите Ну, посмотрим, я берегу сейчас На чём? На пешке? Какой? Нет Ага Лети на 80 А ты неусловное управление в руби, поставь снизу 60 Мат, соответственно, шагментаргет 100 И радиатор протекает На долгую ночь хватает Можно нечасто протяжать Сколько радиатор? Радиатор ноль, ну, чтобы не мешал Шаг 100 Смесь 60 Костя, первое звено, которое пешки Какое? Цена будет граняда, но... Пешечки я вас не вижу, а вы где? Так, пешки идут на Курса, на запад, севернее Голицыно А где третья пешка? Пешки не его Третья пешка ниже слева А, нет, это я стою Третья пешка где-то? Я в жаре А, все, вижу тебя Может, кружок делаем? Не надо кружок, сбросил газ догонять А ты на ручку на пешку сейчас сколько идешь? Ну, какие параметры? Мыслим, я на автомате иду Ага Сколько, да? Сколько? 90 Где такая? Сколько? Сколько? Нужно здесь 70 Ну, мне 300 показывают догонишь значит бону они они по 5 очков до крым тем более там дофигище поэтому как бы очков они набьют нифигово ползом 16 кто-то там есть такой пункт прочее техника лечет в этом роде и там по 5 очков за них они по 3 и даже если по 3 ключевые моменты аэростаток там много больше не сильно давать вина 3 вы где нашли друг друга пройдет рампа 3 м20 раз шел в облака не вели м25 игр над москвой пятеро работаете с ними там штуки и фридрихи прекрасно работайте с высоты все кто с дымом идет это яки это пешки кости взлетает задание ярослав о посетительности вторая группа к москве куда лучше выйдет пока из этого посиди за спектатора чтобы не разбомбили еще не на руку можешь понаблюдать за нами побольше окей окей я подходит москве никому не вижу иду по прибору я наблюдаю я наблюдаю да нужна поддержка москвой какая-то из пешек сильно осталось сбросил еще больше газ пешки дайте координаты твои вас видим или нет москве 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 это не вы окей пешка отстающая ты работаешь первой окей гаррик квадрат и высоту кинь пожалуйста гаррик высоту и квадрат кинь за пешками вижу один контакт выше сзади это группа прикрытия клоны клоны это кто такой клоны да это группа прикрытия у нас яг один сзади клоны а что у тебя шесть гоняются он наверно курсы уточни по координатам противника над москвой группа 4 проходит кубинку уклона 6 да он в курсе каким курсом выходить на переклад и группа четко над москвой красиво гаррик и после посадки настрой шопок я тебя прошу так прикрытие пешку видите за нами инверсии это что такое над нами инверсия артур об этом говорил он раскрытие вражеский самолет раз ты не в инверсии нет вы наблюдаете да его вообще-то двухмоторная пешка летит крон у тебя высота какая подожди 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 а как он круто ниже ниже спустись ниже трех 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 второе звено киньки где вы выходит напишите у нас результат вас короткий ну кто если это двухмоторная может 110 тушку нет только в слое гарик пока ты избит бляха муха на кустой шепот те пытаются достучаться до тебя два звена брены слепителей вы не можете дать координаты где вам помочь напишите я в ай-31 над кремлем по нулям спустил шуток трех инверсия пропала? принято я это кто? да какая разница там помочь это звено 2 звено 3 кто говорил про ай-31 по всей видимости звено 2 говорила по помощи звено 3 молчала вы ускоряете звено 4 в шепот и остальные звенья тоже все кто в звене 2 пожалуйста один контакт у нас впереди слева это пешка как пешка которая была сзади нас ниже обогнал у нас потому что он с превышения спустился набрал скорость вы распределились все правильно да? кроне рон атакует первую базу да да дальнейший план все группы уходим да просто на юг да? да да круто видишь глаз я вижу отлично гарик прием на юг на юг поиск на юг на юг на юг на юг на юг скинул да я не добавлю сам да у меня на юг скинул да там вообще еще то есть на якину который экономит топлива там шаг быстрее 90 80 и обороты 80 там достаточно быстро видит так пешка будет нечего не вижу базе ом крутый нас видишь? нет не вижу так просто разворачивайся курс 180 стоит на этот на вторую базу да 180 если хочешь могу дать ты не надо не надо высота 2 км слева спереди что это? как раз мы вышли на курс точку кто это? в облаке видите? одиночная точка по моему это кру нет? да 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 это кру с москвой одиночный контакт это свой или нет? с москвой а верши связи ну не можешь ты меня не слышать маньяк артур к себе иди настроил это я над москвой ребят при приняли ааа сейчас бы это артур меня слышно? артур это гаррик меня слышно? я слышу тебя в квадрате х 23 группа противника на отходе внимание 23 приняли третье звено приняло где 20 круг далеко высота две с половиной до 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 сзади да сзади артур так можно там еще два штуки осталось возьми только будь кладкой бит вторая бешечка твоя база следующая это ну вряд ли там сарай такие нет в основном я их среди чем сам шума бога флама сложно почему не она рядом с уфа в сливается все на стоит с лесом в лесу меня но рядом с лесу там сейчас видишь Ширли, может ты отбомбишься тогда? Может. Крун, а ты где впереди наших? Я да. А что у нас справа прилетает? На три часа. Это Крун пристраивается, нет? Двухмоторник же. Должен быть, да. Крун, это ты к нам пристраиваешься? Может быть, я вас не вижу. Да, это я, я. Так, пешки, мы уж подлетаем к второй базе, решили кто все-таки атакует? Я атакую, но я не вижу пока. Сейчас мы ищем. Удобно? Давай. Да, удобно. Если что, у меня два поста есть. Хотя это, наверное, не хватит. Да, бери ваш. На меня я себе промажу. Да, и я вижу. Бомбы сбросил. Отлично. Идем также на юг. Угу. Я даю полный газ, а вы меня, по идее, уже должны догнать без проблем. Ты со снижением идешь? Нет. Под облаками. Отлично. Отличная работа. О, не надо так резко. Я просто видел одну пешку, выдающую виражу. На самом деле мы не можем чуть-чуть повоевать. Можно, можно. Нужно. Я не знаю, что я не знаю. Какие исполнители? Прешко мне не нравятся, лучше купить. Ж5 ведь. Не понимаю, B-25 или B-17 лучше. Нет, Ж5. Да, B-29, да. Нет, B-29 это слишком будет. Мне даже, кстати, нравится. Она достаточно легкая, в плане, послушная. но извини как извините можно убиться да если кто не знает разведывать и туды будем я не очень хочет у нас не было такого указания такие нравится потому что она вот в мартандере более-менее похоже на то что там читаешь рассказывать ветеранов и т.д. то есть на посадке козы как срываются ну хорошая новость на две были сети нет я не успел успел только две минуты посидеть смотреть первую часть я был я на юнот 8 на 500 км в час она на посадку сверху я на конвере то же самое сделал как на шанках даже не дергается не дребезжит не знаю меня больше интересовало танковые а карты конечно очень красивые да я чё смутило то что в симуляторных боях там это сказали что очень пока трех не убьешь на самолете не дадут вылететь я думаю теперь так всегда будет но в рб понимаешь в рб примерно я знаю в рб это мачки возрождение это как бы кто вылет 21 сейчас и наши первое звено вывай 5 сейчас будет разворачиваться на восток на третью базу значит нас будут встречать 3 звено о 23 лет пока пока пойдем второму кубинке ем в принципе могу не хватает могу открепить под облака а чё на базу не попалачим опа базу сняли южную нашу базу да 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 как раз по этому нашему меридиану раз я думал мы там и делаем левые левые там может группа у них идет как раз с юга на север как первую пора мы с ними пересечемся если по лиду по ним надо у нас плану сдержать да мы пешечки пойдем снижение вы уйдете это точно конечно вчера на вчерашнее сражение кс по делу когда пал на лагере первые 30 минут потому что 45 минут на лагере это гладкая жиркая жирка да он так как бы да не просто 45 минут артур команды ну и стоит корнеев ну и налаги в итоге почему-то корнеев по 27 пары есть тройка я не начинал 27 приносит 27 принеса тарлет пищу принял надо тоже убью вообще это лучше с противником должен быть Арканик, мы отходим с севера. Вы отбомбились успешно? На карту посмотри пока. Бомбимся. Вижу одна база незакрытая. Сейчас подходим к ней. Арканик, расскажи, что у вас там? Все нормально? Да, все хорошо. Погода хорошая. Погода хорошая, это хорошо. Закрываете там цели и возвращаетесь. Нам потом после посадки что делать? Вам еще сесть надо. После посадки пойдем в штурмовую группу опять. Но это после посадки. Вы видели, там у нас одну базу закрыли. Так что, наверное, сейчас либо идут по остальным двум, либо возвращаться будут. Мы как раз их можем перехватить. Я как с топливом милая. Для сравнения. Да, черт его знает. Уже нет нормального антикатора. У него есть литра. Литра разве есть у него? Да, он по-моему, вверх уже есть. На крыле же у него фигня. Третье звено идет домой за зарядку. Ползают ли в крыле, да? Да, уже прям не работают. Что я теперь делаю? У нас прямо по курсу, на высоте один контакт. Вижу. Вы отбросались? Базу вижу, захожу. Будет успешное закрытие. Бомбы ушли. Мы свободны. Что? ГАСТО? Да, ГАСТО и напрямую на 3 фронтовой. Серега, ты пошел за контактом, что ли? Пешки, красавчики. Уходите только тоже, пока возможно, верхом, чтобы вас не перехватили на отходе. Слушайте, у нас такое скорость и снижение? Да, плавненько. До самого тела. Задача поставки третьему звену после перезарядки. Третье звено после перезарядки. Прикрытие внеземных вас, наших, вас снабжение. Серега Антон, висит на час, да? А на походе к ним? Кость, не слышал. Серега Антон, на час точку видите, да? Нет, и вы прикроете другой звену. Среднюю базу прикрываем. Третье звено, приобретение в базу. Ну вот да. Да уже, наверное, час-два часа. Это не круг или кто это? Вам надо висеть не над ней, а чуть-чуть западнее, чтобы контролировать подход к ней. Принято. Кость, я не вижу. Луши пишет? Нет, ниже. Под нами, под пешками прошла. Я не видел ее, к сожалению, поэтому не могу сказать ничего. Кодината Ай-21, у меня твердит. Арканик, что хотел? Только прошла здесь, по-другому. Под вами? Да. В какую сторону? В сторону запада. В какую сторону? На западу же сам, домой. Может, Фил попробуем закрыть? Надо шесть пешек. Ну, значит, долго. Либо два захода. А мы не успеем, не знаю. Мы примерно знаем, где делает их Фил тогда. По игреку пройдем. Основного захода надо будет делать. Мы, наверное, не смотрим. Может, лучше на ЭЛАХ тогда пройти? На, там, по-моему, у него меньше этого. Не, на ЭЛАХ я не еду на колонну. А, на колонну. Да, наверное. Либо на пешке на колонну. Четыре под 250. Пешком далеко до Филда. Два квадрата. Чуть больше. Ну, да, два места. Прием. Два квадрата. Два квадрата. Понял. Пешки, как сядете, будет взлет на ЭЛАХ. В составе я, Арканик. Кто там с нами? Третьим был на ЭЛАХ. Почему же на базу возвращаться, что все снают? Стомат организм. Это было kinda. Вот. Это было приступителя. ел и куда пойдут поэтому у 15 на этом колонну танков не давили артурный лах куда поймал туда же вижу и там каким на земле гнездо поэтому пойдем на юг на норфа минске они к этому моменту уже кучкуются туда можно пешкой с двумя пятисотками забирать наверное с одного захода по два-три танк попробуем смысле может не выбрать смотреться но я бы с одной стороны да и вы помедли не пишет на ее особо-то много ну как и ракетами промазал просто бомбе там на северном не доложи артур давай реально на пешках пойдем на стрелах смысл потому что у него бомба вазерушка гораздо лучше хорошо берите три пешки там 4 по 250 если они не пульковались да ну что пешки садимся кроме того смотрит до помех нет появился на или на прифронтовом аэродроме жду группу штурмовую здесь и группу прикрытия через две минуты и штурмовая группа на прифронтовом аэродроме окей пусть это будет три пешки и у нафиг ты не можем где круга деда на пилд и на филд и чиниться на филд и он вроде твоим я думаю сорвался all тот бери лага появляется на прифронтовом но я пока так то на свете вряд ли смогу окей пусть мы садимся да садимся сходом я здесь у вас в канале так готов к вылету пешечка еще один готов у нас все по моему поставлю этот 4 по 250 задержка взрыва 2 секунды 3 3 3 3 успешно сходили вас там никто не ждал так у них народу мало мол в этот момент вас там просто уже никто не ждал да как только видно то что одна база уничтожена начинка дальше соответственно уже можно ждать у третьей базы точно там еще там не успеешь на самом деле в прошлый раз просто наша как мы тем же маршрутом шли но у нее они все взлетали с юга а сейчас они все взлетали с севера вот и все на самом деле у них был шанс перехватить нас когда мы еще только проходили звенигород но делали в этом кость мы еще шли плотно прошлый раз мы сделали тугу пешки пошли со снижением с набором скорости и мы их просто не догнали по итогу ну нас откровенно говоря сейчас никто и не прессовал а мы летели плотно извините 150 метров до пешки ну так недавно уж выше держится ну когда мы сверху вижу две пешки 3 и тут стоят здесь стоит ил и две пешки а ну еще одна была а крюнирон разбился в каком виде и где он подчинился и вышел а вот на каком филде при фронтовом был он не на этом вообще я не видел крон на каком филде на при фронтовом он был а как он был я его даже не видел ну вот вдвоем сажались и все по-моему он после нас там развился крайне мере я на взлетке у нас был видел три пешки в одно время только что что мы пешками взлетаем нету кто на лаге так козлит я в учебу отправлю подожди а зачем ты взлетал зачем ты взлетал попатрулировать артур нам взлетать пешкам ну так пешку третью ждем иди чё кто у вас встретит пешку у вас Ширли Крун у нас 3 Крун ушел я не думаю но заводимся тогда подождите минутку заглушите мотор сейчас через секунду воду артур задание для второго звена где ходи можете распрекрыть артур еще раз задание для второго звена сейчас взлет с аэродрома номер один звено три прикрывает подход к центру ко второй базе вам не допустить уничтожения базы северной то есть барражируйте в районе между нашей наземной техникой и нашей базы и кричите если нужно на подмогу к вам сразу подскочит тройка номер три принято 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 а левый нордкроу свободная охота штурмовая группа на взлет на взлет да штурмовая группа взлет прикрытие тоже доводимся сажусь на прикрытие на взлет пошли я сходу встаю на боевой курс так приоритетная цель для пеших колонна которая по дороге идет потому что наилле ее накрывать очень проблематично а вам с горизонта нормально она уже должна наверное встать а нет она еще не подошла она еще идет по дороге по идее прикрытие тоже сразу на курс встаем то у тебя красный думаю нет что он ну высота 250 метров нормально только что-то вы от меня куда-то направо уползли антон раз набирайте высоту потерял тебя из виду где-то цель алтод пристраивайся за мной полетим рядом с стрелами принял принял квадрат бомбежки да будьте там немножко раньше нас здоровье золами девы квадрат какой еще раз и на северной базе случайно где наземку них это с 2 за 20 прием вы не над северной базы случайно 17 до вылетаем гарри каррина общей на вторая дверь на THOMS и он дайтами еще еще один не вижу jueg на 12 так все вижу серега догоняешь Если это ты, то да. Внимание, контакт справа повыше. Это кто? На 2-3 часа. Третье звено, вы не над северной базой? Это пара. Наша пара. Если летят, то у вас стоит. Всем, для информации, штурмовая группа сейчас опять будет работать под нарофоминком. Две пешки, илл и прикрытие, 4 истребителя. Давай, Серега, я готова. Ярослав, пристроился ко мне? Тебе не вижу. Мы на пешках как? А я тебя тоже не разом. Мы на пешках как? Если я таково не буду. Или по прямой дроботе. Дай, пожалуйста. Надо по-хорошему идти, плотнее, чтобы стрелки работали. Можно такую восьмерку, ну типа двойную, змейку в контур-шаге делать. Что? Ну один влево, змейку, второй вправо вызвали. Чтобы Петровичи стреляли. В первый час, самолет, на рывной базой. Субтитры был случай, как на торговой. Ну тогда просто надо идти к ведомому под ведущим. база у нас сейчас кто-то с прикрывает до должна 2 3 тройка на 8 сделать ярослав где ты вот сворачиваю ничего не говорит квадрата и хотя бы и высоту свою что аркаде пейзаж окружающий души мне мои северные леса это ты очень далеко я сел мы уже подходим и пешки не пропустить я вижу тебя ярослав лети к наземке сильно то ли он стал ты и потерялся сейчас найдется нормально так я вижу дым это видимо там где у нас не было только подводим двойка кто у 25 двойка она была работает свои это звено номер 3 звено номер два принято так вижу дорогу танков пока не вижу точнее тройка звено номер 3 принял наблюдаю справа контакт по нулям штука штуки справа не вижу на 3 часа но у тебя уже на 12 летит в сторону базы по нулям я вижу одного там ну вот штука ладно сейчас такую штуку прохожу над колонной танков кажется прошел как раз вижу колонну танков вот куда задержка на сколько секунду на секунду но колонны не вижу вот у меня парик парик крыло на дороге они чуть-чуть дороги сверху видишь чё-то я не уверен что эта штука а кто у нас тут десятка может быть да кстати сто десятка может у них они еще полный пошел на второй на это штука не промокнулся сбросать не стал так штука отходит вы отправьте туда одного и потребителя чтобы он ее сбил черные я буду за что бегать я к сожалению не вижу штуку вашу штука отходит на север она на позициями прям на арфаминском низко кости кольки пошел искать давай мы тогда тогда я пошел на арфаминск одного туда да 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 я один я штука от контакта туда иду так захожу на или тоже не посадите меня на бомбу ой перелет там парочка стоит вместе да вот я сейчас попробую туда вродить перелет болин плохо на пешке очень быстро она очень быстро летает а они вот вдоль деревьев стоят их очень неудобно ракетами штурм к сожалению а на пешке у него как то не ведет а ну конечно из-за скорости она более по пологой траектории идет а старайтесь убирать тех которые больше в кустах потому что мне к ним с ракетами не подойти и стараемся чтобы дать на таблицу кто это тебя по полуку лихо тебя блин ну тут где ксс есть какие линии обороны обороны да она возвращаясь на миск тюрьмя куда надо вот так ты должен сколько ты потерял столько и твоих ников должно остаться там если ты починил если ты починил да я починил ты одну вначале потерял вторую вот тебе должно остаться одно твое имя бешка отбомбилась уже все на последний заход захожу прикрытие истребители пришли откуда 2 и 2 месяца пришло я не знаю я танки раз они видать по низам я только подхожу это не сверху разогнанные упали отработала по танку отхожу на темпом пока вид ты летал отлично да ёб как ты вообще умер ну и у нас было четыре истребителя один ушел убить эту десятку на 1 рафанин где были все пока спасибо за полет если Два контакта в М-19, две с половиной свои Свои, свои Потом навстречу с их стороны Пусть вы согнали, пусть Да, я одна угоню, но он уходит в свою сторону, я не могу его догнать Рего, здесь у нас сто десятка была, одна, я тебя наблюдаю Но не может быть, чтобы она одна была, значит тут еще Должен быть Вижу Я к эмиссеру, один другого угодит Да, это я, лучше там посмотреть, кто ты еще остался наверняка там Это ты, Серега, идешь за Костей? Да Тебя вижу Мессер безруляный Харом, я пробил, он ушел Этого я не достану Он уходит Разворачивайся Возвращаясь к вам Сколько штурмов осталось в живых? Я один Извини, всех остальных потеряли просто? Одно Одного 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 Збила Одного 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 Педючок В фрдрешне Пошел на разведку Помощь нужна? Пока нет Так, на Дорфамидском еще кто-нибудь штурмует или нет? Активно штурмует по танкам Ширлид, ты отбомбился? Да, да, я уже на посадку Значит никого. Так, но я вижу три контакта, нет, два контакта. Нет, три ты должен видеть, я раз и Алла. Ладно, возвращаемся. Честно говорю, не видели. Видать выше нас были, метров на 600, это не круче. По нам било ПВО, а потом ПВО переключилось на штурмовиков. И видать в этот момент они как бы воспользовались. Я, к сожалению, своего только кританул. Ну, мы нашли один филд. Ого. На севере? Да, возвращаемся, ну это ясно будет, что они на севере. Возвращаемся, вся прикрышка возвращается на прифронтовую. Орево филд отобразился. Вижу за собой три контакта. Да, я и двое наших точно было. Я двое их сзади себя оставил. А, все, разбился. Отлично. Я думаю, на посадке. Ты думаешь, у них так близко был филд? Ну, мы как бы драли, хотя... Я его где-то в одном квадрате к западу от Нарфаминска сбил. Ну, отпустил. Там есть рядом филд, но, по-моему, он... Черт его знает. Ладно. Хрен пойми, какой расклад. Да, согласен. Ну, в любом случае, я его запишу. Артур, какие указания дальше? Мы возвращаемся на прифронтовую. У меня, конечно, херово солом получил. Ух ты! Сломали! Встретить зерно на перехват идти. Просто нам-то что делать? Может, развернем налево? Может, успеет. На перехват, думаете? Ну, да. Ну, давайте. Предлагаю собраться на филдов. Давайте соберемся, да, над прифронтовым. Восточнее прифронтового собираемся. Второе звено пошло на перехват. Третье, ну, не знаю. Да. В принципе, вы все можете идти. Штурмы-то уже от штурмейки. Где на филде уже? Да. Вы свободные охотники такие. Ты подождешь пока? Ну, да, конечно. Пойдет он капитал. На самом деле, я даже сейчас могу прыгнуть на какой-нибудь шаг, я не знаю, или лаг и тоже присоединиться. Я уже, конечно, БК сильно расстрелял по двум целям. Да. Так, вот меня сейчас якобы огнал, наверное, Серега был. Да. Я прямо над филдом. Я тебя вижу, а Алто-то не вижу. Ярослав. Я за вами. Я вижу контакт. Да, я вижу контакт, ты все принял. Ну, мы долетели до филда, давайте прямо на с... Дожди. Опа! Давайте третьим барбут встретим, если они пойдут. А ты уверен, что пойдут? Давайте в ту сторону тогда. Пойдут, пойдут. Давайте на северо-восток. Пойдем. Курс 60. Они, наверное, по низам будут уходить. У нас пушечные ишаки есть? Смотри, сейчас я сам посмотрю. Смотри, смотри. Кто высоко? Серега, ты? Есть. Что ли? Пристроил. Антон, ты у тебя, да, крылья на смоле? Да, да, да. Аркадные. Да, 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 да. Мне почему-то кажется, что они сейчас на филд уйдут к себе. Ну, ясное дело. Поэтому мы пытаемся их перехватить. Смотрите в оба. Я, честно говоря, ожидаю, что они по нулям пойдут. В третьей базе иду. Ой, в последней базе идут. С-31. С-31. Кто идет? С-31. Это как доллар. Давайте развернемся в сторону третьей базы. Говорят, там противник. Взлетай с прифронтового и иду на третью базу. Первое звено идет к третьей базе. С востоком. Трое идут в последней базе. Ребят, трое идут в последней базе. Высота. Где? Высота километров. Срочно нужно помощь. Иначе они снимут последнюю базу. Больше километра. Где? Больше километра. Нет, нет. Какой квадрат, Гарри? Контакт возле прифронтового. Средняя база. Они почти на дней. А бомберы одна прикрышка идут. Ярозав, вот ты меня догнал, вот я слышу. Пять конов. На нашей базе возле не базы пять контактов вражеских. Большой километра. На какой высоте? Пять контактов. Больше километра. В셔서 немцом и последняя база. Возле противового вижу два контакта. 109-е штука над нашей базой. Взрывный. Значит уже отбомбились. В первую очередь, атакуйте штуку. Отлично. Антон, раз сбить их. Нет. Вон, на 11 часов, целая стая. Да, вижу. Захожу на юнкера. Могу понять, кто под этим юнкером идет. Один юнкерс уходит, идут на него. Ягг за ним идет. Один совсем отошел, дымится юнкерс. Дымящийся юнкерс уходит, я за ним. Если вам нужна помощь, говорите сейчас, я отверну тогда. Ярослав, за мной дублируй. Серега, ухожу налево в кучу. Ярослав, за мной дублируй, прием. Да, да, это будет. Видишь цель? Цель вижу, но кто-то подходит с 3 часов. Я иду от прифронтового. Разворачиваемся назад своим. Бой идет около базы. Парни, он выведен из боя, не тратьте на него. Он все. Тут еще были, где они? Костя, ты видишь, там еще два контакта идут. Я вижу больше, я вижу с трех. Эта штука так и не упала. Это, наверное, наша. Я ее подбил, но она, по-моему, не упала. Я пока тут пытаюсь понять, где свои, где чужие. Свои. Сейчас воюют с мессером. Я не вижу мессера. Только свои вижу, 4 контакта. Мессер сбит. Вроде бы. Несколько было, поэтому и говорю. Два мессера было подбито. Все наши включите ДНР, а? Все свои над бывшей северной базой не спасли, блин. Успели. Все базы сетовали. Эти штурмовая группа не выжила. Все. Подождите, я вижу два контакта без дыма в нашем районе. Я вижу нашего якобы без дыма. Да. Нет. А, у него белые дымы не видно. Нифига. И один на высоте. Двой на высоте. На западе. На высоте свой яичок, по-моему. Ну да, по крыльям это свой кто-то. Третье звено возвращается на заправку. Третье звено возвращается на заправку. Так, ну у них сейчас пять активных пилотов. Задача второму-третьему звену прикрытия колонны под звенигородом. Они попробуют ее атаковать. Возможно, круглышно. Не забывайте, северного слуда у нас нет. Первое звено ждет указаний. У нас топливо, не забывай. Нам надо, да, сесть починиться. Мне нужно БК заправить. Артур, первое звено ждет указаний. Как так? Как так? Ладно, раз пока никаких указаний нет, первое звено, давайте на посадку. Чинимся, заправляемся. Понял. Прямо сходу на прифронтовой. Скажите, как последний из вас сядет? Вообще, надо, конечно, пользоваться тем, что... А то, я пущусь на ваша камеру. У меня уже БК нет. Я-то только что, так сказать, вылетел, поприкрывая тут над Филдомсом. Как ты умер тут? Движок спалил. У нас вообще елы остались. Две штуки. Но спешек дофига. В смысле, нам имеет смысл еще одну штурмовую группу организовывать, хоть и спешек? Иногда имеет смысл. У нас в Пешкаре есть вообще? Ты? Да, штурмовая группа. Печально то, что у меня есть советских бобров, то, что здесь представлено, ничего нет. Вообще, я на бобрах хорошо летаю. Качать надо. Качать надо. Вот я как раз пешку качаю себе. Исследуешь? Да. Да, я как-то эти два процесса дифференцирую. Качать это как бы модули. Исследование, то есть следование. Какая-то да, разница есть. Они начинают уже появляться. Либо танки, либо базу будут добивать еще одну. Ну, танки они не начинали брать. Как бы базу, которую они разбомбили. А, ну, значит, верхнюю, наверное, они будут. Первое звено села? Я сразу сейчас. А, садится. Да, вижу. Сел. В общем, скажите, когда мне садиться. Да садись уже, я думаю. Развини, Герат, какие квадраты? О-21 наземка и колонна танков, которая чуть-чуть северо-западнее. Принято. Костя, мы что-то летаем? Сейчас я появлюсь на филе. Да, мы в том же составе. Три яка, один лак. Заводимся. Взлетаем. У тебя на крыле там что-то красит? Не, да. Левое крыло, красная белая полоса. Я подозреваю, что это над Москвой. Взлет. Это может быть на любом оборонительном пункте. Ну, да. Ну, чтобы Месси разбило ПВО. Самая хорошая ПВО это ближе к Москве. Ну, в общем, я беру пешечку и пойду выкашивать танки. Куда? На какой пункт? На Рафаминск. Принял. Я не думаю, что мне надо там прикрытие, но так. Я думаю, вам лучше, опять же, работать в свободной охоте. Ну, у нас сейчас штурмовиков мало. Они-то как раз продолжат. Надо их как-то ловить. Артур, пожалуйста, повтори задачи для второго и третьего звена, чтобы первая звена знала, куда идти. Меня вообще слышно, когда я вот так говорю? Слышно, слышно. Артур, задание повтори первое, второе, третье звено. Прикрытие над Звенигородом. Колонна танков и оборонительных побежей. Звенигород, это О-21, я правильно понял. Еще раз, северная часть наземки, которая отмечена на карте. Здесь оборонительные побежи, чуть северо-западнее колонна наших танков. О-21, да, ребят. Первое звено... Я бы сказал М-19. О-21, это оборонительные побежи, М-19, колонна танков. Третье звено, М-19, приняли. В таком случае, первое звено идет добивать колонну на Рафаминске. И патрулировать там воздушное пространство на юге. Раф, пошли в сторону наземки. Ширли, ты уже летишь, да? Да, только взлетел. Мы будем в том районе патрулировать. А, хорошо, спасибо. Если увидим, что по лобуят, надо будет убить. Кость, первое звено. Да. Прикройте, пожалуйста, южный фронт. Этим и занимаемся. Мы в районе Рафаминска патрулируем и защищаем нашего штурма. Одиночный контакт чуть-чуть южнее Северного фронта. Кто? Высота около трех. Три контакта под облаками на Рафаминск, идущие. Свои? Должно уже наблюдают от контакта. Если идущие, то да. А где Ярослав? Столько на высоте, он двух километров. Иду. Ты нас видишь троих? На Рафаминск? Мы чуть южнее на Рафаминск, Итан. Видишь, там синяя наша колонна на карте. Да, да, я туда иду. Вот, да. Старайся не туда идти, а идти вместе с нами. Хорошо. Не, ну, кость-то у нас не догонит. Ну, ты уверен? Лак? Нет. Я лечу 300 километров. Ну, хорошо, согласен, да. А, я лечу 400, да? Ну, я так, на маленьких оборотах иду. На дуб 90. Сната М19, кто в квадрате? Одиночный контакт на 4,5, я контролирую воду здесь. А я еще с этим сбом. М19, одиночный. Прием, это Артур, 3,7. Высота 2,5. Право, под облаками. Под облаками не вижу. Надо облаками. Попробуй что-то ковать, я не вижу. Вижу два контакта, Костя. Где? На высоте? Высота километр 200. А ты на какой высоте? Километр 200. Ага. Ладно, подходи, я тут кружу над Нарфаминском, между Нарфаминском и нашей колонной, если по карте смотреть. Антон с Серегой пошли атаковать одиночную цель, я тут продолжаю патрулировать. Присоединяйся ко мне, я одиночный контакт. А, это не был Алтон, елый. А, все понятно. Главное, что нашли. Отлично. Возвращаемся сейчас на колонну. Что случилось? Это вы им его прошли. Да-да-да. Да-да-да. Своим. Так, я сброшу яйца свои на колонну и вернусь на высоту. Давай. Да, ну найду ее. Мы точно здесь не увидели ее? Смотри, по дороге дымы было. Дымы-то я вижу, но, по-моему, уже колонна ушла. Нет, она там уже стояла. Нет, она стоит в поле, Колька, смотри. Да, я вижу что-то. Сейчас посмотрю, свои или чужие танки. Дым кто пустил? Это инверсия. У нас свои танки, по-моему, все полные. Да, вижу немцы, вижу. Они стоят кучкой очень плотно над полем. Да-да-да. Вижу контакт прямо по дороге. По дороге три контакта, вижу. Костя, ну ты заходишь, а тебе на шесть кто-то присаживается. Мистер? Черт, ну да, я вот у меня чисто вроде. Прикрышка по нулям. Да, ребят, как вы где? Окей, разворачиваем. За Даниил. Голубки, к маньяну. Да-да. Да, я слышу. Прикрышка здесь. Три контакта по нулям. Я не видел, извините, все, разворачиваюсь на них. Так, я только одного вижу, дымного. Еще там кто-то есть? Что у вас там? Я больше никого не вижу, веду дымного. Принял. Я над вами немножко контролирую. Серега, могу стрелять. Вас не слышно в четвертом звене. Четвертое звено вас не слышит совсем. Только подожди, секунду, стой. Белый лак немножко, Алток, набери немножко высоты. Что у вас, парни? Нормально, нормально у нас. Вот, мы сбили 110-го. А че? Че у вас не слышно? А что? Мы только прилетели на Рфаминск. Сбили 110-го. Я спрашиваю в шепоте, че у вас, как у вас, вы молчите. Ну, у нас бой был. Извини, не могли быстро ответить. Понятно. Понятно. Узер, лап, или вниз? А я не слышал, если честно. Я тоже. Нет, он что-то говорил. Я, честно говоря, думал, вы отвечали тоже шепотом. Ну, ладно, хрен с ним. Тереконтакта. Невысоко. Это прикрышка? Куда, в какую сторону смотреть? Над на Рафаминском. А шесть контактов, это свои? Шесть, но вряд ли. Я вижу Антона с Серегой. Вижу, вот у вас на шесть часов, Антона, Серега, два контакта. Второй, третий звено у вас. Видите? Высота какая в М-19? Да, вижу по низам два контакта. Нет, не по низам. Высота выше, выше километра. Возле колонны три контакта по нулям. Это мессеры. Над на Рафаминском два мессера. Мы над вами висим. Я ревну проу на четырёх. Другой, другую, 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 мужики. Просто, чтобы уточнить, кто под нами и в каком. Вижу штуки, вижу штуки. Колонны идут. Пэм-19, третье звено. Над на Рафаминском мессеры. Двое или трое? Штуки, штуки. На Рафаминском идти? Нет. Останьтесь здесь, Гарик. Второе, третье звено продолжает контролировать север. Извини, город. Третье звено просто контролирует район. По кругу уходим. Всё. Ночь-то я какой-то тут у вас есть. Всё. Чёрт. Федук пришёл. Четвёртое звено вышло через Кубинку в сторону юга. Второе, третье контролирует север. Так, на этих выражах лежу спалю. Мне нужна помощь с мессерами, если есть возможность. Антоха, ты видишь, оттягивайся. Я-то оттягиваюсь. Так, меня пробивают. Я вам забить пушек. Тебя штуки пробивают. Штуки, как мимо. Точно штуки. Кость, тройка вышла к вам. Да-да-да, нам нужна помощь. Дайте, точнее, квадрат к делу, мы сейчас к вам пойдём. Понял. Мы над Кубинкой пока, то есть не прямо сей секунды. Я понял. Поняли. Антон, Серёга, чё у вас там? Кто наверху у нас? Я ухожу. Проатаковал двух штук, убык ритованы. А, не помощника? У меня шестёра. Шестёра, шестёра у кого-то. Ты влево вираж, даёт? Да. За тобой два мессора. Шестёр, ты ушёл? Или за сбили? Да нет, я ещё кружусь тут. Вали. Да, учитывая, что это штуки, они мне не особо страшны. Ах ты, сучка, подсвечивает. Артур, может на ихний фью сходить разведать центральный, который... А ты знаешь, Костя, нам надо валить сейчас. Да я не могу, у меня будет шесть мгновенно. Кью-9, Кью-11. У меня сейчас бежок на минуту. Что? Что? Шось открыто. Там оно уже сломано. Ну, сходите вторым звеном туда, не сильно углубляясь. Ладно. Надеюсь, двойное. третье звено по-прежнему контролирует все второе там чуть-чуть запад как бы валить надо сквозь ты живой нет меня ям я проторну мыс про таранились я валю заходит на тебя антоха сзади да ты пока открываешь скажи им что что болели на нашу при фронтовой кому нашим ну кому не нам же другом все отходит мы все отходим на при фронтовой внимание остальные звенья первое звено отходит на при фронтовой что от него осталось по-моему один человек остался шерли ушел а шерли еще сейчас ищу себе последнюю эту соль ты специально отломал нет не специально окей это радует если ты видишь танки тут можешь подсказать и терем терега у меня еще 6 а вижу вот не вижу когда идет но далеко найдет костя спроси кто-нибудь из у нас при фронтового при фронтового кто-нибудь есть из других звеньев у нас 12 минут осталось миссии может мне не садится дальше ты просто уйди и отошел чистый свободу так потому что за мной двое до этого сохрани пилоты самолет ну скажем пилота я не убьют она медленной посадки на щитках а вот самолет если ты держишься в воздухе лучше продержись надо или проблем ага дальний зал до другому не скажешь ну выключил вижу а все потуху потушил он снова заходит а где где-то так его начал наш работать так прямо над прифронтовым фидук наш пава уж по нему работает какой высоте пример то по нулям по нулям я его не вижу блять у меня глава не поворачивая тоже не они там прямо за тобой прямо на 6 ярослав ты тут очень близко приближается догоняет тебя я если свободен по этому может пропустить хотя за 6 твои не за 6 а лучше наведи меня на фидука может с бумзуми с высоты не шире не надо сейчас дать из наших истребителей подойдет получше пропустил почти ах нет да мы туда мы туда мы туда он сзади тебя на пять часов в бой идет ну иди прямо нормально пропустил он ушел вперед справа сучка а а и его тоже блин чуть-чуть да да убил его его по убила не но конечно он не или он ранил с первого захода как бы там в любом случае у земли шанс было убиться ну вот у меня пастик разгушевался но у них трое сейчас воздухе активных блин сколько их там пришло двое только пришло и они всех нас разделали до а что штуки вы побили или нет или сразу с мессерами связались кого-то там было а ну отлично не забудешь обновить у меня такой вопрос мы к тому что уже есть прибавляем правильно да 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 все а то там были цифры я забыл но зато 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 на мессерах полетят бомбири серега пилота убить убил нет не могу не буду пилота жить не я тебе запишу я сомневаюсь что запиши там вот так нет все нормально за восемь минут я долечу там может на разведку сходи или нафиг надо да начать надо уже давайте потерпим до конца и одна бомба осталась рева дымишься сильно одна пока одна бомба висит плюшка нет чисто и у меня вообще все четыре бомбы отрисовываются так что это наверное глюк не довольны штуки от бомбина хорошо что правил и это самое в этом в результате там где мне как управе память вот как раз чуть и шасси открытишь и ну вот окей забыл но если убрать наверно сейчас убери нет ну одно сломанное я не убираюсь артур там народ есть заволчить но если безопасно получится то попробуйте только не крутитесь над филдом и понимаешь на филде уничтожить самолет проблематично лучше подождите пока они дойдут и упадите на них когда они не готовы к этому 6 минут осталось отбоем и там самолет не уничтожишь на филде понимаешь только пока если поставить или крыги оборвать это очень сложно пилота можно 6 минут осталось до конца не лук клон осторожно довиделся на перерез миссия проходил какой фиг он лакешот это пипец нифига он уже взлетел 5 минут не прошло прошло по моему а хотя нет навряд ли он у нас нет еще сидите сидеть клон ты себе сейчас 6 посадишь из мессера шерли не садись на филе не возьми сразу все пролетают пока сидим ждем мало времени осталось можно чем поможем нет я имею ввиду то что все результаты записываются в общую таблицу за два боя праздник да 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 просто прописываешь карик это вот этот вы разведали над ним который ну вот уже над филдом за уходите от филда нафиг под конец терять столько самолетов зазря ты смотри федер взлетел реально ну как бы это пиздец горит пушечным крышаков да ладно и у немцев и так сейчас дела не очень хорошо не понимаешь кости я все понимают значит как был войн я поднял успешную война форуме когда победа немцев потому что по игровым очкам это тоже самое как бы я мог взлететь с филда и добить его успеть это сам пока он там покупка ну это не серьезно лишь он взлетел его сбили все да сейчас летит еще раз и убьет больше уже не успеет четыре минуты осталось тур есть желание повеселиться подходите их трое я вообще так думаю нам надо следующую войну играть за немцев трафом на наверно хочу я нашла рамкинта мы сейчас подойдем горит только обвеселясь не умникам оладь на тугу там пешек нету а у нас точнее чуть восточнее ну штук только одна пятисотка ну ребят готов я не знаю штука лопаются очень быстро от шваков а мы огородами будем ходить на и зайку на зайку ну разве что тогда игорь а кто-нибудь воздух поднимал кого мига я поднимал и как он тяжеловат конечно же на низах скорости не хватает на проходах пожелую бить да я вас не вижу если прицелиться и дать хорошую очередь то неплохо успеваешь и чуть-чуть особенно с трех этих вижу я же вижу кто выше у меня должно быть 6 я внизу но если просто пострелки не бывает никакого эффекта но он есть же не вижу твою шею ухты а у меня есть много кабина не открывается скажи шаку что у него два месяца впереди гарика он видит он уже видит но он подвешивается как по ним как раз нас тут двое а пушка кончилась к стрелял стрелял кого где второй который только что здесь был что-то его бросил то и этого кромша сам убьет это 45 той на высоту ушел крол не виси непосредственно пчел дом опасно но в голове вот о дороге еще 2 она не находила обучать от тех и как сейчас объют о волшке осталось минута чтобы американской скорости с у него 6 но что у меня 6 я был бороды тебя тим логички Тройную Высота Не вижу Управлять не могу Всё унюху Кроу на тебя сзади Заход сейчас будет Кур я отхожу Управлять почти не управляется Кроу 6 Четвердой Артур я отхожу Ну 10 секунд продержитесь в воздухе 10 секунд осталось Ну Ожидайте во многом Справедливой войны немцев на форуме Я думаю А это всё? Конец войны? Не забудьте пожалуйста Сдать нам склад самолеты На которых были в конце боя Под конец Веселуху там чинили Юнкерсов не осталось Ширли ты живой остался? Да живой Не забудьте табличку Не забудьте табличку Заполнить Пешку сдал Пушечного Ишака сдал Пушечного Субтитры сделал DimaTorzok